Нарушения станут дороже. С 1 июля вступят в силу новые штрафы ГИБДД. К примеру, увеличатся штрафы за нарушение правил в жилой зоне, а тонировка грозит снятием номеров. Вот как прокомментировал эти нововведения депутат Госдумы Антон Ищенко. Конечно же, правила нужно соблюдать, и то, что прописано в законах и в правилах, должно быть необсуждаемо. Поэтому без разницы, какой будет штраф, мы просто должны приучить себя в первую очередь соблюдать законы. Если наши законы будут выполняться, у нас, я вас уверяю, наметится серьезный прорыв во всех отраслях, во всех секторах, и в экономике, и в политике. В том числе, может быть, даже в межчеловеческих отношениях, уважение водителей на дороге. Поэтому я не вижу ничего плохого в том, что штрафы несколько увеличиваются. Но хочу сказать, что было бы здорово, и на это как раз и нужно обратить внимание, если эти штрафы и если эти наказания будут применяться абсолютно ко всем участникам дорожного движения. У меня нет тонированной машины специально. Раньше, честно скажу, лет 10 назад была тонированная, но я пришел к выводу, что это просто неудобно. Потому что в зимнее время у нас достаточно небольшой по времени отрезок светового дня, когда есть нормальная видимость из автомобиля. В вечернее время, в пасмурную погоду обзор очень сильно затруднен. Поэтому использование тренировки посчитал невозможным и поехал самостоятельно, ее снял. Ну, то, что касается парковок, власти на местах, это и город, это и районы. Конечно же, в первую очередь должны заботиться строительством парковок, созданием парковочных мест. Возможно, что именно отсюда и возникнет первая необходимость, когда население сможет понять ужесточающиеся штрафы. Если будут рядом свободные места на парковках, куда можно бесплатно поставить автомобиль, то, конечно же, люди будут выбирать законный и легитимный способ хранения своих транспортных средств.